Подобные мероприятия Олимпийский комитет России проводит регулярно. Сегодня встречи с именитыми спортсменами были организованы в Краснодаре, Крымске и в Сочи. Урок начался с рассказа об истории возникновения игр и о предстоящем спортивном событии на курорте. Ребята узнали о символах, талисманах и ценностях главного спортивного состязания. Кроме того, сочинские школьники познакомились с двукратной чемпионкой по биатлону. Светлана Ишмуратова поделилась с ребятами впечатлениями об играх, в которых она принимала участие. Рассказала об истории биатлона и интересных фактах из своей спортивной карьеры, а также ответила на все интересующие вопросы. Все-таки они будут болельщиками на этой Олимпиаде. Мне, конечно, очень хотелось, чтобы они очень серьезно к этому вопросу подошли, потому что от болельщиков зависит очень много. И очень приятно, когда бежишь положнее, и ты чувствуешь помощь, помощь, эмоции болельщиков, они передаются. И от этого как-то бежится легче и быстрее. В последний раз Светлана Ишмуратова приезжала в Сочи три года назад. И, по ее словам, город действительно преобразился. Обновленный аэропорт, новое здание железнодорожного вокзала и объекты, расположенные в горном кластере, приятно удивили спортсменку. Если брать предыдущие Олимпийские игры, всегда у нас была проблема или с транспортом, или с питанием, то у нас в Сочи этого вопроса вообще не стоит. То есть все под боком, все это рядом. То есть для спортсменов, как это, предложены будут все условия для хорошего, ну лучше всего, как говорится, русского результата. Продолжение следует...